я всем привет так трансляция у меня запустилась вроде меня слышно видно тоже реакцию поставьте десяточки если все отлично со звука порядке мы с вами сегодня начнем нашу презентацию тогда ну многим многим кажется и многие говорят о том что самым ценным и там одним из ценных ресурсов на планете является золото бриллианты да камешки разные но так ли это с точки зрения здравого смысла а вот я считаю что с точки зрения зрения здравого смысла наравне с водой почва является одним из как раз таки ценных ресурсов на планете земля потому что на почве растет та пища которыми питаемся питаются животные и соответственно она дает жизнь так вот сегодня мы с вами поговорим о технологии которая позволит улучшить почву восстановить ее восстановить с точки зрения качества выращивания на ней продукции сегодня будем говорить о ютере ютера это разработка позволяющая увеличить урожайность почвы увеличить ее качество выращиваемой продукции в том числе и давайте познакомимся меня зовут багиров руслан так я запущу сразу же слайды до наша с вами встреча была более интересной я с 2014 года участвую в проекте по созданию инновации струнного транспорта на моих глазах так сказать вот развивая развивался и развивается этот транспорт эта разработка Анатолия Эдуардовича Юницкого и сейчас команда Эдуардовича замахнулась на новый такой еще один амбициозный проект по созданию производства биогумуса производством это позволит восстановить в том числе и пустынные земли это как раз таки вот то место где ну действительно актуально эта тема да производство будет находиться в объединенных арабских эмиратах штате рассельхай и сейчас уже определена земля порядка вот 3 2 гектара земли есть для того чтобы развернуть там производство и сегодня подробно расскажу об этом проекте покажу даже концепт как здесь будет разворачиваться работа и что в итоге с вами увидим пока визуализациях но уже сейчас начинается работа по созданию этого кластера расположение этого производства в экономической зоне ракеас в штате рассельхайм да то есть еще раз повторюсь и там планируется само производство вот этой разработки биогумуса и в том числе планируется еще и строительство биосферной оранжереи и даже небольшого от наводческого хозяйства будут выращиваться в оранжереях фрукты овощи будет на этом же месте естественно и производства где будет биогумус в рассыпчатом виде да то есть как земля и в жидком виде виде эликсира сейчас в цифрах в целом проект выглядит следующим образом то есть 32 тысячи шестьсот пятьдесят шесть метров квадратных это сама площадь земли оранжерейный комплекс из этого будет состоять в пять тысяч четыреста метрах квадратных площадь производства ну соответственно вот тоже можете посмотреть все эти цифры 2160 квадратных метров и самое интересное это показать самого выхода до продукции то есть десять тысяч если в единице измерения тонн в год да то есть порядка тут десяти миллионов в год получается вот литров будет произведено на этом участке да и вот в целом сам по себе этот проект он уже просчитан с точки зрения экономического эффекта с точки зрения просчитаны то есть что будет приносить большую часть прибыли да и вот из всего проекта почвенный эликсир является таким локомотивом да то есть таким так сказать основным продуктом и из всего проекта лишь только три процента будет от продукции оранжерей приносить прибыль биогумус это буквально там два процента 95 процентов очень составляет всего объема производства и ну экономического эффекта да то есть это 95 процентов выглядит концепт уже разработан самой бутылки то есть вот он в таком формате буква ю которая наполняют овощи фрукты зелень вот так вот выглядеть будет уже в ну так сказать такого экспортного формата да дело в том что само производство биогумуса уже налажено в республике беларусь то есть это уже ну продукт который в целом опробован бизнес уже работает в таком вот пилотном формате на собственное производство то есть там где ведутся испытания да биогумуса в мариной горке в хозяйстве фермерском хозяйстве анатолия эдуардовича и в том числе в экотехнопарке где испытания проводятся струнного транспорта там растут яблони там есть яблоневый сад растут деревья то есть кустарники и вот это все по сути такая площадка где сейчас опробовался этот продукт и в целом за вот все эти годы которые существует площадка ну хорошие результаты получены соответственно эту разработку сейчас масштабируют в объединенных арабских эмиратах и у нас есть возможность в этом участвовать ну вот такие цифры по оранжереи по выращиванию растений да то есть ну тут в принципе культуры прописаны что именно необходимо будет выращивать и какой эффект в процессе получать получает вот это вот все производство то есть в цифрах и вот в течение пяти лет будет наращивание это этой части проекта да то есть ну естественно там кустарники должны подрасти виноград деревья манго должен тоже вырасти и вот соответственно эти процессы они будут масштабироваться сейчас почвенный эликсир это такой продукт до который увеличивает содержание витаминов минералов в плодах выращенных на вот этом продукте он еще и защищает растения от различных болезней вредителей помогает кстати перезидевать это вот тоже один из эффектов таких этого продукта ну и сам по себе обогащает почву и в целом сейчас вот те испытания которые проведены уже показывают что биогумус вырасти растением на песке да то есть вот как раз таки то что требуется в объединенных арабских эмиратах да но если мы там возьмем объединенные арабские эмираты это не то чтобы там земля с рискованным земледелием да там земля которая в целом не пригодна для земледелия поэтому ну тут если появляется вот такой вот продукт который позволяет делать а что такое для эмиратов и вообще вот ближнего востока ну и в целом подобным подобные страны подобные территории что такое возможность выращивать на своей территории еду да то есть это в целом безопасность в том числе и продовольственная безопасность и час можно сказать что эта история про стратегически важные моменты государственной важности да то есть стратегически это очень важно быть в продовольственной безопасности потому что вот в объединенных арабских эмиратах 80 процентов вот в основном такой пищи это привозная продукция ну естественно там есть сейчас и тепличные хозяйства и прочее но вот они пользуются подобными вещами и мы сейчас говорим да есть конкуренты есть в целом вообще рынок удобрений если взять ну он развивается и вот кстати то что получено в белосе это ну такие вот рекордные урожаи которые завидуют в том числе и фермеры которые поблизости находятся ну действительно смотрите помидор сколько здесь в этом томате килограмм наверное в целом и кустарники тоже себя чувствуют неплохо прекрасные урожая собираются в этих на парке вот видите там и опоры с транспортом и соответственно тут растут сады ну комплексный такой вот подход пожалуйста луковица на 950 грамм на весах да то есть чуть ли не с головы девушки луковица и баклажаны которые в целом это все готовится в фермерском хозяйстве есть и порта это такой дегустационный зал ресторанчик все внутри готовится всех приглашаю в белоруссию на отведать таких вот овощей фруктов и если вернемся к самому продукту биогумуса и эликсира в том числе да ютера то вот такие вот моменты еще раз более так детально да то есть нормализует ph почвы ну там это вот все эти положительные моменты причем с точки зрения самого продукта это органика то есть это стопроцентное органическое удобрение которое ну безопасно для здоровья потому что они из органики забирает то что ему необходимо пусть она будет богата органикой но растение не будет впитывать большое количество нитратов там и прочее из органики растение забирает ну то есть то что ему необходимо больше он не возьмет нежели чем если мы будем химическими удобрениями пылять то там идет другие другие процессы идут то есть идут процессы накопления тех же нитратов но это не совсем для здоровья полезно совсем можно сказать не полезно ну и с точки зрения вкусовых качеств опять же мы зимой знаем что такое пластмассовые помидоры и пластмассовые перцы да там мы совсем это невкусно вот когда вы на собственном огороде органических почвах мы понимаем даже по вкусу что это совсем другая история кстати биогумус можно заказать в маркетплейсе в алберис том числе вот на российских маркетплейсах это уже продается вы просто можете зайти свой личный кабинет в алберис набрать ютера и приобрести себе вот этот эликсир то есть это уже в целом пройденные сертификации продукт он уже продается испытан так сказать и в целом сейчас это производство просто масштабируется ну и такой вот давайте аналогию да с таким адресным проектом предложен инвестору сейчас поучаствовать в причем участвовать на территории где ну действительно максимальная максимальный интерес к тому чтобы выращивать у себя там к тому чтобы восстановить у себя почвы это днен арабский эмират из чего же вообще состоит этот эликсир как он в целом работает да то есть производство его вот здесь написано да то есть список продуктов из которых делается эликсир но на самом деле на самом деле это список да бурый уголь меласа мед биогумус дополнительно органические элементы ну это вот в том числе и бакватом и прочее это на самом деле сырье которым питаются питается биореактор то есть вот это вот все проходит определенную процедуру готовки то есть компостирование и дальше этот субстракт подается в биореактор который сам из себя представляет контейнер из многочисленных земляных червей да то есть это вот в таком формате делается биогумус то есть это переработка вот в том числе и бурого угля до специально подготовленного через добавление меласа меда да то есть и органики все это дело перерабатывается земляными червями идет потом процесс того что этот биогумус спускается вниз и дальше него готовят эликсир из него готовят в том числе и вот в твердом виде биогумус да то есть саму землю да вот эту сами черви они тоже уникальны уникальны и причем уникальными стали как раз таки в лабораториях анатолия эдуардовича в чем тут интерес да и то есть в чем тут так сказать изюминка всей этой истории дело в том что сами черви это калифорнийский земляной червь но мы были на производстве и нам как раз таки вот объясняли как это все получилось то есть вот в чем изюминка вот и уникальность вот это разработки вот этого биореактора да который вырабатывает и делает вот такие вот продукты дело в том что не каждый червь будет есть бурый уголь и в том числе и калифорнийский червь он не ест бурый уголь дело но в течение испытаний то есть приучили червям с учетом вот подготовки и рецептуре вот это вот вот этого сырья да миласа мёд там бурый уголь вот это вот все и компостирование калифорнийский червь начал есть бурый уголь то есть и соответственно сейчас это подвид червей уже которые получаются вот произошел из-за вот такого вот питания даже выводится в отдельный вид и тоже будет сертифицироваться тоже будет вот даже документы какие-то получены то есть вот интересный такой момент здесь используется и тоже уникальность определенная ну давайте вернемся вот к самому рынку удобрений да то есть почему это актуально почему здесь есть действительно большой спрос и видим цифры то есть сейчас большинство всех удобрений уходит там в азию ну естественно это из-за чего потому что там людей очень много кормить их всех надо да то есть вот америка южная северная тоже да являются за таких больших центров давайте так назовем которые являются потребителями да вот удобрений естественно там и сельское хозяйство очень сильно развито ну и африка в том числе да вот 7 процентов то есть и сейчас персидский залив тоже набирает обороты в этом направлении но повторюсь да это важно иметь у себя производство еды стратегически просто важно это безопасность поэтому ведутся в этом направлении тоже работа и причем именно если мы говорим про органическое удобрение да то есть оно увеличивается ежегодно потому что люди спрос люди понимают что есть хочется безопасную вкусную еду и тут этот рынок набирает обороты и это видно по цифрам поэтому это действительно актуальная история и нужное самое интересное да миру нужно то есть это ну благое такое дело давайте так скажем ну вот тут тоже слайде подытожили да что важно важно иметь и и люди смотрят сторону органического земледелия органического питания да то есть и полезной пищи сертификаты которые сейчас есть позволяют принципе масштабироваться по всему миру то есть все разрешающие разрешающие документы есть и в том числе есть качество по органическому земледелию тоже пройдены в целом имеем готовые продукты для масштабирования по всему миру и сейчас на данном этапе необходимо привлечь порядка 20 миллионов долларов для того чтобы построить вот производство построить оранжерейный комплекс в животноводческий комплекс и запустить уже получается первый год это строительство и уже во второй год запустить само производство и начать получать прибыль то есть генерить прибыль и делиться ею со своими инвесторами причем задача задача амбициозная и задача запустить производство и делиться прибылью раз в квартал то есть ну это действительно классный мощный проект уже вот который с действующим продуктом который уже сейчас продается в магазинах да ну пока на ограниченном рынке сейчас уже делается ряд таких моментов как испытания с конкурентами да то есть вот ребята взяли тех которые хоть как-то приближены к подобным технологиям там органика там для гуматы да различные то есть жидком виде и идут сравнительные характеристики сходу семян различных по скорости сходов вкусовых качеств в том числе и мы можем после ну вот этих пройденных моментов я думаю показать ну классные результаты принципе они уже сейчас показываются да даже вот взять испытания которые можно увидеть социальных сетях которые они показывают там как раз таки три вот и лотка где песке в строительном песке без органики выращиваются на огурцах по моему там как раз пример где просто на песке водой поливают ну там просто такие сходы абсолютно никакие вот на втором втором примере добавляются один процент биогумуса и поливаются эликсиром там плоды в целом уже есть да то есть огурчики растут и вот в третьем экземпляре там добавляется чуть больше то есть два процента биогумуса и поливаются эликсиром то есть там ну прям полноценная грядка то есть все хорошо растет и это на песке то есть это говорит а мы не можем показать рассказывать по так сказать чисто цифрам там вот столько-то калия столько-то натрия столько-то там веществ в этом биогумусе пока этот биогумус на практике не опробовал в данном случае биогумус уже опробован на практике и я фотографии даже показывал и даже вот в таких вот экстремальных условиях он показывает классные результаты и в целом если посмотреть на инвестицию в биогумус то сейчас есть логика да простроенная логика где инвестор привлекается на то чтобы то есть эффект от инвестиции инвестор получает в зависимости от от количества вложенных да то есть инвестиций и здесь получается логика лотов и логика такая вот дивидендная да то есть давайте сравним это хотя это не акции это договор по которому и кстати я сейчас тоже расскажу в целом какие гарантии там вот юридические да человек получает при подписании договора и инвестирование в ютеру что есть и нас ли право наследование здесь предусмотрено предусмотрен даже передача этого договора то есть в будущем будет возможность даже эти договора переуступать другому человеку ну то есть как бы вот даже такой вот внутренней бирже этих договоров да уже сейчас реализуется и будет предоставлены вот эти вот все механизмы но если вернуться к самому самим предложением лоты от 1000 долларов с правом получения прибыли 30 процентов от маржинальной прибыли самой компании да то есть вот самого производства и в зависимости от величины инвестиций это прибыль может доходить до 55 процентов ну вот в зависимости от пакетов можете посмотреть кстати сам проект он рассчитан на объем инвестиций в 20 миллионов долларов и вот эти вот пакеты они как раз таки и распределяют лины то есть у них есть ограничения допустим 100 инвестиция на 100 тысяч долларов вот таких вот пакетов всего 11 то есть когда завершится выбраны будут все вот эти вот лоты соответственно в проект уже инвестору войти нельзя будет и здесь есть определенные ограничения так ну тут я как раз таки вот тоже давайте подытожим да лоты отличаются по сумме инвестиций проценту доходности и вот чем лот тем выше процент инвестора от прибыли чем более ранний раунд входа тем выше процент инвестора от прибыли сейчас идет второй раунд всего их раунда соответственно на третьем раунде будет снижены проценты ну и соответственно лотов будет еще меньше разовые инвестиции предполагают более высокий процент доходности нежели чем инвестиции в рассрочку то есть есть возможность взять допустим те же самые тысячи долларов рассрочку на 10 месяцев и выплачивать по 200 при этом мы вот третья вот эта вот таблица будет да то есть третья таблица по доходности тут получается 33 процента на эту инвестицию если вы срочку если же инвестируем сразу то 35 процентов ну то есть вот здесь в таком формате уже через год с момента запуска производства начиная и начала реализации продукции идет процесс вот прибыли компании соответственно компания делится этой прибылью реферальная программа по программе реализации лотов да то есть для партнеров для увеличения улучшения и ускорения процесса инвестиции сбора финансирования на производство предложена вот такая партнерская программа с 1 по 24 уровень в зависимости от статуса sky world community мы прогребаем определенное количество по реферальной программе здесь останавливаться не будем это такая отдельная тема для партнеров и для возможности заработка на этой программе ну вот да здесь тоже в слайде еще раз возможность инвестирования ограничены и будет основной после сбора необходимой суммы давайте теперь по условиям инвестирования и вот как раз таки по такой вот юридической части этого проекта срок на который предоставляется инвестиции равняется пять лет по 0 процент годовых то есть идет этот займ то есть заключается с инвестором договор займа на пять лет либо же в рассрочку либо же единовременным платежом после пяти лет инвестор может выйти из проекта и забрать свои инвестиции проценты ну тут мы понимаем что цель совсем не это это сделано ну вот с точки зрения юридически чтобы было грамотно да чтобы у инвестора был всегда выбор прежде и чем он мог прийти и там какие-то это определенная гарантия так сказать это определенные моменты ну вот рисковой составляющей хотя в любой инвестиции есть риски но здесь вот тоже этот момент учтен что через пять лет человек может выйти из проекта передать договор компании ну соответственно расторгнуть и вернуть свои деньги либо же он оставляет у себя этот договор так сказать получает прибыль и это прибыль она пожизненная пока работает производство инвестор получает прибыль самое что интересно еще и может передавать это право по наследству и плюс сейчас сейчас до готовится механизм передачи вот этого права другому человеку ну мать там продажи либо же там там дарение не знаю то есть вот эти все вещи они тоже готовятся так вот про право наследование да тоже сказал договор можно увидеть в личном кабинете то есть его можно прочитать подробно с условиями ознакомиться все это доступно в личном кабинете sky world community ну да согласно договору тут в течение всего периода инвестор получает прибыль это понятно ну вот так вот подытожить то производство не имеет ограничения по сроку службы на заводе предусмотрено естественно оборудование до обновление оборудования то есть тут ну если что-то надо будет там заменить это все делается сама она арендована на 50 лет с возможностью продления этого договора тут на этом этапе всем это ну выгодно идет тут и экономический эффект и вот опять же стратегические эффекты до от этого производства то есть все выигрыши и по планам производства и реализации продаж есть вот после сразу же запуска самого производства уже в целом понятно на по какой цене будет реализовываться эликсир то есть литр эликсира по 3 доллара 13 центов сейчас эта цифра именно такая может чуть больше будет стоить эликсир на момент производства за счет инфляции за счет в целом ну дорожание там не знаю вообще по самой картине конкурентов и прочее да то есть сам эффект он кстати вот по прибыльности да он еще и дополнительно будет зависеть от цены эликсира от опять же уменьшение расходов потому что сейчас вот бизнес-плане уже полностью рассчитаны какое количество денег будет уходить на электроэнергию какое количество денег будет уходить на водоснабжение зарплату аренду земли да то есть все 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 учтено и задача компании выйти на стопроцентную прибыль да вот окупаемость проекта будет зависеть от количества реализованной продукты и от соответственно уменьшение затрат вот эти вот все вещи оптимизацию этих расходов и отсюда и зависит прибыль как раз таки вот эта таблица с слотами где там можно получать 30 процентов прибыли от компании там 50 процентов прибыли от компании и в целом вот если мы говорим про оптимистическое развитие то компания уже в первый год выходит на стопроцентный объем производства и реализацию продукции и тогда мы видим вот такие вот цифры есть цена за литр эликсира есть количество произведенной продукции всего вот семь миллионов с половиной литров за год и дальше выход на 10 миллионов реализованной и произведенной продукции но и по месячно вот такой вот план будет таблица будет таблица по доходности где можно будет ну поиграться да то есть посмотреть в цифрах допустим есть чистая прибыль компании составила не сто процентов потому что мы можем то есть если оптимистический план есть такой консервативный план да и там пессимистический план ну то есть вышли там не знаю на 50 процентов на там 40 процентов от прибыли соответственно снижается доходность да но мы можем это просчитать опять же если мы говорим по поводу вообще как можно увеличивать прибыль ну тут понятно уменьшение расходов удорожание самой продукции тут в целом логика я думаю тоже понятно вот и таблица будет тоже вас в личном кабинете будет выгружена в ближайшее время вот и можно будет посмотреть ну на этом допустим здесь скриншот семьдесят восемь процентов и соответственно вот по пакетам можно смотреть какая годовая прибыль в зависимости от чистой прибыли компании сколько она распределяет по прибыли инвестором давайте дивиденды назовем то есть это по сути прибыль по договору есть дорожная карта что сейчас делается вообще по этому проекту и на каких этапах компания находится и вот будет находиться ну то есть и как будет строиться данный участок производства в целом вот расписано по квартал то есть что происходит но вот из-за так сказать последних новостей я скажу что что я слышал из последних новостей все разрешительные документы на строительство то есть ближайшее время будет территория обнесена забором уже подготовлено оборудование в том числе вот этот червятник там линия по розливу да то есть вот вот это оборудование она уже сделано находится в белоруссии и в ближайшее время отправиться в объем арабские эмираты то есть на площадку то есть сделаны временные здания да то есть это виде контейнеров там ну в общем куда разместить это вот оборудование потому что там уже должны запускаться процессы о размножению этих червей да то есть процесс идет и сейчас тоже хочу поделиться с вами визуализации вот как на территории будет организовано этот оранжерейный комплекс производственный комплекс где будут выращиваться сад и животноводческий комплекс ну в общем вот такая вот визуализация в целом знаете на что похоже когда нам ну мы видели визуализацию даже в четырнадцатом году экотехнопарка да где было понимание что вот здесь пройдет там городской здесь пойдет пройдет грузовой транспорт там высокоскоростной ветка будет ну то есть и точно также в 9 в шарже тоже была визуализация в целом вот сейчас образ создан план есть ну и приступает компания к реализации самого этого проекта то есть вот так будет осваиваться эти 32 гектара ну в целом предложение инвестирования в комплексное развитие до органического земледелия но это правда это действительно уже такой процесс выгодного финансирования в производство в действующий продукт который уже сейчас продается приносит показывает результаты и задача просто масштабировать и получать прибыль с этого большого грандиозного замысла да и в целом этот комплекс только начало потому что дальнейшем естественно нужно масштабироваться по миру будет создан следующий комплекс который будет также работать на благо человечества на то чтобы выращивались на территориях ну действительно полезные овощи фрукты и сейчас это объединенные арабские эмираты там где необходимость такого продукта она остро чувствуется и вот если говорить про такие проекты это наверное один из самых выгодных участков что ли да получается потому что здесь прямо чувствуется что ну по всем показателям что объем продаж он в россии допустим у нас есть у нас хоть большая часть и рискованного земледелия да то есть в основном только южные регионы являются черноземьем где все растет поливай только да то есть высеивай вот на урале допустим урал вот сам из екатеринбурга здесь у нас считается зона рискованного земледелия хотел здесь принципе пашни там есть и гречку выращивают и пшеницу выращивают то есть актуальность такого продукта она все равно меньше потому что в целом все равно все растет да то есть есть поля их тут много можно с одного поля переходить на другое там то есть но территория они позволяют это дело так сказать как-то нивелировать меньше вкладывать да то если мы говорим про вот такие территории где нужно просто восстанавливать почву где нужно иметь более такие технологичные вещи где нужно сократить опять же воду при выращивании да то это конечно на продукт он более актуальны ну давайте вот на этом тоже до нашу презентацию я надеюсь я на какие-то вопросы смог ответить вот в ходе своей презентации ну и благодарю ребят которые в чате отвечали на вопросы и тогда до скорой встречи благодарю вас